Друзья, с вами Максим Шенгаркин, наш канал Свободное Дыхание. Мы в Серпухле, в гостях у Андрея Елькина на знаменитой свалке Лесная, на которой мы были летом. Плакат о том, что все свалки в Подмосковье закрыты, уже убрали. Видимо, губернатор знает, что свалки в Подмосковье работают по полной программе. И мы опять у Андрея. Андрей в боях, в судебных тяжбах. Расскажи, что у нас происходит с этой свалки, где, я напомню, горят факела Когана Кайзера. Те самые факела, которые Александр Коган, министр онкологии Московской области, ЛГУН из Государственной Думы притащил в Подмосковье. Напоминаю, ЛГУНом мы его называем по той самой причине, что обманул он жителей Зарайска. Раз, обманул жителей Подмосковья, обещая, что органические отходы, органическая фракция будет вся изыматься перед направлением на полигоны и квасится в каких-то суперштуках, которые мы так и никогда не увидели. Поэтому ЛГУН Александр Коган наврал и жителям города Серпуха о безопасных факелах Когана Кайзера, которые привез сюда австрийский предприниматель прямо из Австрии. И наши с вами деньги, наши налоги и деньги национального проекта «Экология» направляются прямо в австрийские банки, прямо из Российской Федерации туда. Именно их оплачивает наш с вами труд, но зарабатывают на этом жулики и негодяи. А Андрей у нас борется за то, чтобы с этой свалкой все было нормально. Ну, у нас, собственно, мало что тут изменилось в плане соблюдения природоохранного законодательства. Мы по-прежнему участвуем в судах. Сейчас где-то около шести идет процессов судебных по различным направлениям. Компания «Гринфокс», которую не может проверить ни одно из подразделений, включая региональных и федерального правительства, «Гринфокс» благополучно осваивает бюджетные деньги. Насколько мне известно, сумма контрактов, она так и осталась, 210 миллионов рублей или где-то около этого, плюс-минус. Поэтому цирк продолжается, но он продолжается, мне кажется, еще более такой очевидной и, прямо скажем, несколько, прямо, ну, просто безнаказанной вещью, потому что сегодня звучат уже, в общем-то, речь идет о том, в первую очередь, что, допустим, на недавней встрече с жителями поселка Большевик, которая произошла в конце ноября, глава заявила о том, что мы сейчас получаем документы, а по документам, я напомню, была проведена общественная экологическая экспертиза, которая выдала отрицательное заключение материалом проекта рекультивации, глава заявила, что мы сейчас получаем документы и выходим на торги. Мне совершенно непонятно, я хотел бы обратиться к главе, в первую очередь, на какие торги собирается она выходить, с учетом того, что есть решение суда о том, что рекультивацией должна заниматься компания Skyway, которая осваивала здесь миллиарды рублей за годы своей эксплуатации. Мне кажется, что в данном случае вообще речь может идти о превышении служебных полномочий. Но, во всяком случае, лично я интерпретирую эту информацию именно так. Это первый момент. И второй момент, собственно, да, действительно, сам Борис раздавал очень много обещаний, и на самом деле мы наблюдаем за первыми шагами свежеиспеченного депутата Государственной Думы на тему того, как он пытается сохранить природоохранное законодательство, отменив вторую и третью зону санитарной охраны водозаборных узлов. Откровенно говоря, меня это вводит даже не в недоумение, а в какую-то безнадегу, что ли. Потому что, на самом деле, мы выбрали, я считаю, что мы с вами выбрали достойного депутата для того, чтобы сократить наше время пребывания на этой грешной земле. Друзья, нужно помнить, в чем вообще дискуссия по полигону Лесная. Компания Skyway долгие годы зарабатывала, законно зарабатывала деньги, выкладывая мусор вот в эту кучу. Как ни парадоксально, несмотря на кучу природоохранных нарушений, у компании Skyway был проект рекультивации этого полигона. В рамках этой рекультивации на этом полигоне стояла пассивная система дегазации. Поясню, что это. Полигон был застрахован от резких сбросов выбросов. И при правильных мероприятиях по дегазации, то есть по рекультивации этого полигона перекрытием, в том числе слоями грунтов, должна была быть создана биотическая мембрана, квазимембрана, которая на самом деле должна была быть мобилизационным таким слоем, который должен быть весь свалочный газ превращаться в травку, в кустарники и в деревья вот на этой самой горной куче. Но на такой рекультивации, проведенной за счет счета компании Skyway из тех самих денег, которые мы уплатили именно платя за вывоз отходов, никто бы не смог заработать. И тогда вот эти самые дельцы выгоняют год назад решением главы городского округа Skyway, выгоняют с этой площадки, которая законно вменена ему к рекультивации. Сюда заводится совершенно неизвестная никому компания. Ей из бюджета выделяется 200 с лишним миллионов рублей. И сейчас этот самый Александр Коган, лгун, в Государственной Думе, являясь заместителем у Кобылкина экс-министра, экологии которого тоже убрали с поста министра, эти два деятеля, в первую очередь Коган, выбивает деньги федерального бюджета, то есть еще раз наши налоги, чтобы здесь работали уже по большой программе факела Когана Кайзера, которые были установлены совершенно незаконно, потому что де-факто их нельзя было установить, потому что программа рекультивации салона Skyway не предусматривала установки этих факелов. Каждый день работы этих факелов стоит плюс-минус 1 миллион рублей. Ну там 800, 600 тысяч, это плюс-минус должны почитать правоохранительные органы. То есть мы с вами платим за богатство австрийцев, выводящих наши деньги, за богатство Когана, который теперь получает депутатскую зарплату в Государственной Думе, о коррупционных вещах сейчас разговаривать не будем, в три дорого. А компания Skyway вместе с нашими деньгами ушла в закат, потому что глава городского округа превысила свои полномочия, по нашему мнению, выгнав компанию. И, собственно говоря, мы не просто судимся, мы привлекли внимательно правоохранительных органов. Правоохранительные органы дают сейчас оценку действиям всех должностных лиц, главы городского округа, бывшего министра онкологии Александра Когана, действующих министров правительства Московской области. Собственно говоря, мы надеемся, что и кайзер окажется на скамье подсудимых. Это наша надежда, потому что, как ты знаешь, у нас большие вопросы по оборудованию, которые он поставил в Российскую Федерацию. Да, и не только на этом полигоне, безусловно. Напоминаю, факела Когана-Кайзера ставятся по всей территории Московской области. Есть места, где вместо факелов Когана-Кайзера ставятся факела Когана-Голландцев, Голландцев и Куракиных и других вариантов. Но на самом деле это все одинаковый вид диоксиновой атаки. Территорию Московской области по плану Геббельса превращает в зону, непригодную для проживания российского народа. Друзья, с вами был Максим Шингаркин. Подписывайтесь на наш канал, боритесь за свои права и дышите свободно. Серпухов, город, свалка лесная. И наш друг Андрей Елькин тот человек, на котором держится борьба против мусорных негодяев.